в этом видео хочу вам показать как я попытаюсь выпрямить эту вмятину привет всем в этом видео хочу вам показать как я попытаюсь выпрямить эту вмятину эта вмятина оставлена не мной я получил машину с такой вмятиной и здесь датчик стоит парковочный я сейчас его снял выдавил этот датчик и вот он у нас вот такой вот таким вот образом выглядит этот парковочный датчик сейчас я хочу взять фен строительный нагреть это место у меня нету цели сделать идеально ровным просто проблема в том что когда датчик здесь стоит и когда двигаешься задом я двигаюсь задом то во влажную погоду я не знаю попадает так или что он начинает пищать практически все время пищит я хочу выпрямить его чтобы он встал на свое место и тогда я надеюсь что эта проблема будет решена хотя возможно сюда очень много воды попал и где-то каратит ну посмотрим как получится сейчас я приступлю к этой работе я взял необходимый инструмент фен перчатки на всякий случай клей потому что вот этот вот датчик он здесь если посмотреть не знаю будет вам видно или нет я предполагаю что он был приклеен на внутреннюю поверхность здесь не знаю видно не видно как это выглядит все в общем надо будет может как-то его фиксировать потому что он только сейчас на этом краю держится все на этом краю бампера не знаю когда буду нагревать как там не отклеить или отклеится в общем посмотрим сейчас я подготовлю камеру поставлю на штатив и начну нагревать это дело так сейчас я подключил фен я смотрел что говорят что нужно нагревать пластик температурой 600 градусов но я смотрел один обзор и там человек так грел что краска начала портиться мне не хотелось бы чтобы испортилась краска поэтому я постараюсь все таки не доходить до такого чтобы краска начала отслаиваться постараемся сделать так чтобы было у меня нету цели чтобы было красиво у меня цель чтобы это выпрямилась и датчик встал хотя бы примерно на свое место поэтому начнем сейчас работу говорят что надо прогревать сначала самую большую вмятину которая есть самое глубокое место а затем идти к краям а также не прогревать до конца сейчас чувствуется пластик уже стал мягче но все равно нужно еще плеть ну что здесь погрею чуть-чуть как вы видите бампер приобретает что-то застряло датчик сам попал ему занеса ну что он вот таким вот образом можно сказать бампер выпрямился крепление датчиков стало на свое место могу вам показать что вид совсем поменялся и не заняло это много времени краска не отслоилась так что результат как вы можете видеть на лице вернее на лицо результат очень хороший я очень доволен этим результатом можно конечно еще корректировать это место пытаться выпрямить его но в принципе прогрето хорошо и поэтому даже формируется пластик довольно таки хорошо его прогрел видите единственное что эта часть она ходит туда сюда я хочу попробовать поставить сюда жидкий клей вернее не жидкий клей а клей вот такой вот с пистолетом пистолетный клей вот этот чтобы зафиксировать в общем я сейчас подожду пока он остынет и тогда поставлю клей и на этом работа будет закончена такое несложное дело вы можете спросить зачем ты это делаешь мне было просто интересно машина не моя я бы мог отдать ее в сервис фирменный от нашей фирмы мастерскую я не бы сделали но мне было интересно самому это сделать может кому-то в будущем из вас это может пригодиться этот опыт для этого я и решил сделать это своими руками теперь я уже знаю что пластиковые бампера не так сложно выпрямлять конечно у меня легкое такое место мне не пришлось снимать бампер может быть у кого-то посложнее варианты у меня он внутри полый по всей длине и руки туда подлазит в принципе не сложно выпрямить фен у меня самый простой самый дешевый покупал здесь финляндии и купил со скидкой за 12 чем-то евро в одном из обзоров даже есть этот фен где распаковывают свои товары показываю купленные финляндии и вот этот фен я покупал магазин токмани очень дешево был я его решил купить и вот он не сегодня пригодился так что за 12 евро фен выпрямил бампер который я не знаю сколько стоит сейчас еще чуть-чуть подостынет сейчас уже температура где-то градусов 30-40 40 где-то примерно я поставлю да вот этот вот пистолетовый клей палочка одна есть она заряженная кому интересно температура фена на первой скорости 330 градусов на второй скорости 510 градусов я использовал первую скорость и мне этого хватило если верить тому что заявлено 330 градусов хватает чтобы пластик нагреть и чтобы краска не попортилась вот так она будет потом выглядит все все это почищу здесь чуть-чуть я подумал про дезинфицировать это место и у меня там есть машине жидкий жидкость для дезинфикации рук я решил здесь хотя бы как-то сделать более чистым это место обезжирить его немножко знаю что внутри там ничего не обезжирить таким образом ну хоть как-то будет дополнительная защита она клей уже нагрелся наверно сейчас мы средний там еще один палок столет вернее поставлю еще один еще одну палочку и догоню так все есть теперь давлю обратно теперь здесь проклею теперь ножичком проглажу ничего не помогает в общем вот так как получилось так получилось я надеюсь что она будет держаться но все на этом я не буду больше мучиться ничего сейчас я буду ставить обратно датчик вот этот вот язычок он должен вот так смотри смотреть вниз все все встало на свои места так все что я хотел сделать я сделал извините если не эстетичный выглядит я просто хотел чтобы если на автомойку пойду чтобы не выдавила это датчик поэтому я поставил туда клей может быть не очень красиво но зато я теперь спокоен что она не выскочит потому что щетками кто знает что может произойти а так будет все таки надежнее на этом все надеюсь что это видео кому-то поможет исправить бампер если есть вмятина это не очень сложно если у вас есть руки все возможно главное не бояться брать в руки инструмент и делать спасибо всем за просмотр смотрите мои другие видео и подписывайтесь на канал до следующего видео пока пока